Чё творим, бро? Меня зовут Сэр Геонис, и, бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банту, ведь, боти, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, впрочем, мне с ней очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть в замысленной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И, банда, это срочное включение, мы только возвращаемся с посёлка, где сняли убийство аниматроника Фокси. И буквально только что нам позвонили соседи нашего частного дома и сказали, что кто-то лезет в наш дом через крышу. Похоже, что нас хотят ограбить. Я хочу запустить свой дрон, чтобы снять этого вора, а потом это видео предоставить полиции. Тем более, банда самому идти пытаться поймать этого вора слишком опасно, он же может быть вооружён. Мы уже вызвали полицию, но давайте запустим дрон и проследим за этим вором. Ну и, банда, давайте под этим видео наберём 20 тысяч лайков. И тогда со своего дрона я сниму драку Деда Мороза против Крампуса. Я уверен, что это будет бой не на жизнь, а на смерть. А также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А ещё там иногда выходит секретная информация про разных монстров и Таркнет. Так что, бандит, скорее смотри в описании, ставь лайком, мы тем временем запускаем мой трон. Погнали! Итак, банда, я надеюсь, вы готовы, Настя уже подлетает к моему дому. Очень надеюсь, что мы сможем заснять этого вора, чтобы потом его поймала полиция. И он больше никого никогда не ограбил. Итак, вот моё село, банда, просто посмотрите, где-то здесь мой дом, я его вижу. Посмотри, там реально кто-то на крыше, банда, вы видите? Он весь в красном, что происходит? Это Дед Мороз! Неужели это реально он, он принёс нам подарки? Просто посмотрите, банда настоящий, Дед Мороз пришёл к нам домой, я в шоке! На него лают собаки, это полная жесть, банда. Он реально приземлился на крышу со своих оленей, но почему мы их не видим? Тем не менее, банда, посмотрите, он реально спускается, он с мешком принёс нам подарки. Это просто отлично, я уже думал, что мы в этом году его не увидим. Тем не менее, куда он идёт? Неужели он собирается войти через двери, но двери же закрыты? О, господи, просто посмотрите, какой он огромный. Настоящий Дед Мороз, я всё ещё не могу в это поверить. Он реально подошёл к двери, он пытается их открыть, но дверь закрыта. Мы закрыли её, банда, потому что уезжали очень надолго. Как я говорил, мы снимали смерть Фокси совсем в другом посёлке, кто знает где. Тем не менее, банда, он покинул свой мешок и куда-то идёт. Он подходит к окну, и что он делает? Он заглядывает ли кто-то из дома и стучит? Я думал, что приход Деда Мороза должен быть неожиданным. Почему он кого-то зовёт? Что за бред? Он как-то странно себя ведёт, банда, пока что не понимает, что с этим Дедом Морозом не так. Он снова идёт уже к другим окнам, ещё так осматривается ли его никто не видит, посмотри. Это очень странно, с этим Дедом Морозом явно что-то не так. Посмотри, он реально смотрит в окна. Он как будто боится, что его кто-то заметит. Как будто он хочет нас ограбить, банда. Посмотри, что он творит. Он стучит в окно, проверяет, если никого нету дома. Что за бред? Я уже не понимаю, что происходит. Почему Дед Мороз просто не может залезть через дымоход? Он же Дед Мороз, он это должен запросто сделать. Он так осматривает все окна, заглядывает во все комнаты, просто жесть, банда. Неужели он реально собирается нас ограбить? Это просто какой-то бред. Он же Дед Мороз, он должен быть хорошим. Это так странно, банда, пока что я слабо понимаю, что происходит. Он не смог открыть двери, окна и снова куда-то уходит. И опять так странно оглядывается, как будто боится, что его кто-то заметит. Тем не менее, банда, мы просто за ним наблюдаем, посмотрим, что он будет делать дальше. Я надеюсь, что этот Дед Мороз нормальный. Потому что после той куклы Вуду, которую мы на него делали в прошлом году, он хотел нас убить. Но вроде бы на этот раз пришел нормальный Дед Мороз. Что он делает? Куда он уходит? Он берет лестницу или что? О, черт, почему он так оглядывается? Почему он боится, что его кто-то заметит? Он же Дед Мороз, он должен нести радость. Я думаю, если бы мы его увидели в реальной жизни, мы были бы очень счастливы. Но он взял лестницу и несет к чердаку, посмотри. О, зачем? Неужели он собирается залезть через чердак, прямо как вор? На чердаке есть проход внутрь дома. Это просто какая-то жесть, банда, мне не верится в то, что мы снимаем. Неужели этот Дед Мороз совсем не тот, за кого себя выдает? Посмотри, он берет мешок и реально вылезает. Я думаю, что настоящий Дед Мороз залез бы через дымоход, а не через чердак, банда. И он просто лезет, посмотрите на него, банда, это полная жесть, настоящий Дед Мороз. Мы реально снимаем его на мой дрон, вы видите, это просто жесть. Тем не менее, он уже открывает чердак. Он реально хочет через него залезть в наш дом. Просто посмотрите на это, банда, что вообще происходит. Я уже говорил, Дед Мороз как-то некорректно себя ведет. Намного же проще было бы залезть через дымоход. И где вообще его олени, куда они делись? Они же не могли сами отправиться домой на Северный полюс. Тем не менее, банда, он уже влез внутрь чердака, посмотри. Похоже, что сейчас он уже влезет внутрь дома. Я думаю, мы сможем за ним понаблюдать через окна. Поэтому быстрее подлетай к окну, мы должны увидеть, что он там делает. Итак, банда, вот Мастюша подлетает к первому окну, которое находится в кухне. Черт, а вот и Дед Мороз, посмотрите, он реально влез в наш дом. Интересно, как он отреагирует на печенье и молоко, которое мы всегда на всякий случай оставляем для Деда Мороза. Он как раз и вытел конфеты, посмотри. Он их берет просто же... Что? Что он сделал? Зачем он их кинул? Банда, вы видели это? Он нюхает молоко. О, черт, похоже, ему не понравилось. Он просто его выливает в раковину. Это жесть, банда. Зачем он это сделал? Что это было вообще? Почему этот Дед Мороз такой злой? Что он делает? Зачем он берет мою камеру? Банда, посмотрите. Это моя вторая камера. Что? Зачем он ее забрал? Он просто всуну ее себе в шубу. Вы видели это? Он ее украл. Зачем Дед Мороз так поступил со мной? Зачем он украл мою камеру? Быстрее лети к второму окну. Мы должны увидеть, что он будет делать дальше. Это полная жесть, банда. Он реально зачем-то украл мою камеру. Посмотри, он идет к елке. Господи, надеюсь, он нам принес подарки. И да, он что-то достает с мешка. Посмотрите на это, банда. О, черт, это реально подарок. Что он сделал? Зачем он его так кинул? Ты видела? Зачем так делать? Это очень странно. Это Дед Мороз злой. Просто посмотрите. Он берет второй подарок, рассматривает, чего ты видишь. Он же снова кидает. Что он делает, банда? С ним явно что-то не так. Это Дед Мороз сумасшедший. Просто посмотрите. Он положил три подарка, просто их кинул. Что он берет под елкой? Глянь, что это? Что это такое, банда? О, нет, это подарок для моей мамы. Там цепочка. Посмотрите, банда, он ее достал. Ты видишь? Он ее так рассматривает. Просто жесть, банда. Я специально ее подготовил для своей мамы. И он ее ворует. Ты видишь это? Он просто украл эту цепочку, банда. Что за жесть? Этот Дед Мороз самый настоящий вор. Я просто в шоке. Он уже украл у меня камеры и украл цепочку, которую я хотел подарить своей маме. Это просто полная жесть, банда. И теперь он идет в мою комнату. Посмотри. Он начинает смотреть в шкаф. Он ее открывает. Нет, неужели это не просто Дед Мороз, а самый настоящий вор? Посмотри. Разбрасывать все. Он ищет что-то ценное. Это просто жесть, банда. Я в таком шоке. Он настоящий вор. Это не Дед Мороз, это вор, банда. Посмотри. Он взял суприм футболку. Она довольно дорогая, но он просто ее выкинул. Это Дед Мороз сумасшедший. Он ищет деньги и драгоценности. Просто жесть, банда. Как хорошо, что в моей комнате ничего не лежало. Я просто не могу в это поверить, банда. Это полная жесть. Этот Дед Мороз вор. Он уже нас ограбил на много денег. Но что будет дальше? Я просто в шоке, банда. Надеюсь, полиция уже скоро приедет. Почему их так долго нету? Тем не менее, этот Дед Мороз уже зажил в комнату моих родителей. И там на столе лежала цепочка. Посмотри. Он реально их ворует. Я в шоке, банда. Просто посмотрите на это. Он взял цепочку и так ее рассматривает. Просто жесть. Глянь на это. Он еще смотрит, настоящее ли это золото. Стоит ли ее запирать? Просто какой-то ужас, банда. Посмотрите. Я в таком шоке. Почему полиция так долго едет? Его надо остановить. Но я боюсь к нему уйти. Он же может быть вооружен. Это полная жесть, банда. И теперь он роется по тумбочкам. Ты видишь это? Он снова продолжает искать ценные вещи. А там уже могут быть спрятаны настоящие деньги. Посмотри. Он нашел шкатулку моей мамы с драгоценностями. Там сережки, кольца и все остальное. Просто посмотрите, как он это рассматривает. Это полная жесть, банда. Я в таком шоке. Глянь, как он смотрит на эту цепочку. Просто ужас. И он реально все это ворует. Я в шоке, банда. Он просто все это время притворялся настоящим Дедом Морозом. А на самом деле это вор. И глянь, он лезет под матрас. Обычно люди хранят там деньги. Скорее всего, мои родители тоже. Хотя вроде бы пока что он ничего найти там не может. Может ничего не будет там? Я очень надеюсь, банда. Надеюсь, что мама перепрятала деньги. Тем не менее, он продолжает свои поиски. И снова что-то ищет. Глянь, он ищет с этой стороны. О, черт. Он нашел деньги. И посмотри. Это просто жесть. Банда, вы видите это? Он их считает. Я просто в шоке. Это такая жесть. Он явно очень сильно любит деньги. Банда, просто посмотрите, как это крипово. Он прям крапит нас на наших же глазах. Это жесть. Он доволен, что смог найти заначку. Это просто жесть. Он прямо их ворует. Вы видите? Господи, как его остановить, я без понятия. Он даже не замечает наш трон, чтобы он испугался. Хотя трон мигает зеленым светом. Почему он его не видит? Возможно, за этой бородой ему ничего не видно. О, нет, Настя. Он нашел сейф. Посмотри. Господи. Он лезет в зима. Там уже намного дороже вещи, чем просто лежат в тумбочках. Он же не откроет. Он пытается, но у него ничего не получается. Глянь. Он не может его открыть. Банда, посмотрите. Он никак не подберет код, потому что он слишком сложный. Даже я его не знаю. Но он куда-то уходит. Куда он идет? О, черт, Банда, что вообще происходит? Гляньте, он снова возвращается на кухню. И что на этот раз он не хочет там найти? Он думает, чтобы его взять. Скорее всего, он ищет отвертку, чтобы взломать сейф. Просто посмотрите. Но на кухне точно нету отверток. Он взял нож. Он также ножом может и взломать этот сейф. Просто ужас, Банда. Я в шоке. Тем не менее, Настя возвращается к спальню. Он уже здесь. И просто посмотрите, он направляется к сейфу. Он реально хочет его взломать этим ножом. Я просто в шоке, Банда. Что происходит? Это самый настоящий вор. Господи. Почему мы не можем его остановить, Банда? Мы уже должны были давно пойти разобраться с ним. Нужно сделать на него куклу Вуду, чтобы убить его. Мы должны отомстить ему за то, что он нас ограбил. О, нет, Банда, посмотрите. Он взломает сейф. Это жесть. И он уже берет из него содержимое. И глянь, там еще цепочки. Ты видишь? Он рассматривает ли настоящее это золото. Просто ужас. Там уже могут лежать кольца с драгоценностями. Он же может их украсть. Просто посмотрите, Банда. Он нашел еще деньги. Это полная жесть. Он еще их стоит. Считают. Я просто в шоке. Наш дрон уже разряжается. Нужно быстро лететь обратно. Где полиция? Мы 12 минут его снимаем. И он уходит. И просто посмотрите, Банда. Настя возвращается к чердаку. Он вылезает из него. Он просто выкидывает свой мешок. Я в шоке, Банда. Что это такое? Это Дед Мороз вор. Он только что нас ограбил на наших же глазах. К сожалению, Банда мы не смогли бы его остановить просто сами. Он мог быть вооружен. У него мог быть пистолет или же нож. И в таком случае мы не то, чтобы его остановили. Мы бы сами пострадали. Потому что я думаю, что вору Деду Морозу все равно кого убивать. Он только будет надеяться на то, чтобы его не поймали. Будет делать все на поражение. Тем не менее, он уже уходит. Посмотрите, он просто сбегает. Я в шоке. Это такой ужас, Банда. Еще и глядывается ли, никто его не видит. Просто жесть, Банда. Я в шоке. Настя улетает. Тем не менее, когда приедет полиция, мы сразу им покажем это видео. Но это Дед Мороз вор оставил какие-то подарки под елки, которые он просто выбрасывал. Я предлагаю пойти посмотреть, что в этих коробках и узнать. Возможно, нам подарил что-то ценное. Давай пойдем посмотрим, Настя. Да, давай. О, черт, Банда. Давайте быстрее посмотрим, что за подарки нам оставил этот Дед Мороз вор. О, черт, посмотри, ты видишь это? Они все просто разбросанные, Банда, все как он и кидал. Давай возьмем первый подарок и посмотрим, что здесь. Посмотри, как он оборван. Что это такое? Ты видишь? Просто жесть, Банда, посмотрим, что у него внутри. Итак, здесь пусто. Нету никакого подарка. Это Дед Мороз нас обманул. Ты видишь это? Да, вижу. Просто жесть, Банда. Давай посмотрим, что в других коробках. Давай. Итак, Банда, эта коробка тоже оборванная. Посмотри на это. Что там? И там вроде бы снова ничего не слышно. Как будто пусто. Давай быстрее ее открой и посмотрим, что там. И здесь тоже пусто, Банда, посмотрите. Мне кажется, что этот Дед Мороз сам украл эти подарки, достал содержимое, коробки и решил положить нам. Да, наверное. Ведь если он ограбил нас, то он грабил и других людей. И, возможно, это были чьи-то подарки, точнее, коробки уже. Итак, у нас тут последняя третья коробка. Давайте посмотрим, что в ней. Может, там хоть что-то? Надеюсь, но снова ничего не слышно. Она полностью прозорвана. И ты видишь это? Окей, давайте быстрее откроем, посмотрим, что там. И здесь тоже пусто. Посмотри, ничего нету. Этот Дед Мороз просто нас заскавил. Он ограбил нас и подарил нам пустые коробки. Мы должны сделать куклу Вуду на этого сумасшедшего вора Деда Мороза, чтобы отомстить ему за это. Если вы хотите этого, Банда, то напишите в комментариях, чтобы я сделал куклу Вуду на этого Деда Мороза вора. А тем временем, вот комменты из-под прошлого видео. Просто посмотрите, какие шикарные комментарии. Ну а если, Бандит, ты хочешь попасть в следующее видео сегодня, что тебе нужно, это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и всё, бро. Лайк, колоколь, комменты, ты в моё новое видео, Бандит. И также, Бандит, помню одно, оставайся таким шикарным. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok